Объявленная отсрочка по кредитам предполагала, что после снятия режима ЧП у клиентов банка будет два варианта для оплаты. Либо увеличатся ежемесячные платежи, либо увеличится срок выплаты. Решение должно было приниматься банками, но в интересах клиента. Однако в итоге часть людей столкнулись только с первым, неудобным для себя вариантом. Их ежемесячный платеж оказался увеличен. Если клиент не согласен с принятым решением, он может обратиться в первую очередь в письменном виде, и обратиться в сам финансовый институт, то есть к своему кредитору. Опять же, он это делает письменно, в удаленном режиме, посредством отправления электронного сообщения. Либо, если он считает, что действие финансового института каким-то образом ущемляет его права, у него всегда есть возможность и право обратиться к нам, к финансовому регулятору. Обратиться в агентство можно по телефонам горячей линии, которые указаны на экранах. Но сделать это можно не только по вопросу оплаты за кредит. Там же проконсультируют по еще одной актуальной на сегодня теме – дистанционном открытии счета. Согласно поручению главы государства, данной им 10 апреля текущего года, в дистанционном виде счета имеют возможность открыть население в 14 финансовых организациях. Это 13 банков второго уровня и акционерное общество Коспочта. В принципе, время оформления счета занимает всего от 1 до 5 минут. Такой дистанционный вариант популяризируют из-за введенного режима ЧП и карантина, когда число контактов между людьми необходимо снизить. Для того, чтобы открыть такой счет, приходить в отделение банка не нужно. Достаточно зайти на сайт или скачать мобильное приложение. Для этого понадобится ввести ИИН и отправить отсканированное удостоверение. Подтверждение об открытии счета должно прийти в виде СМС. Процедуру называют довольно простой, но есть нюанс. Карту, которую можно было бы использовать в терминале, не выдадут. Это виртуальная карта. Путем входа в интернет-банки, то есть на свою личную страницу, человек видит, что у него есть уже оформленный счет. То есть с этим счетом он сможет спокойно оперировать. Это переходные расходные, то есть может получать денежные средства, может расходовать. Если у человека все же появится желание снять наличные с такого счета, то он может сделать это через терминал. Четыре казахстанских банка готовы предоставить такую услугу. Это Сбербанк, Народный, Каспий и Фортебанки. Они объединяют 82% всех банковских клиентов в стране. Сами же отделения банка не закрываются и продолжают свою работу. Однако теперь их обязанности, по большей части, построены на онлайн-обслуживании.